На улице лето и солнце, а магаданцы две недели без горячей воды. Сегодня городская ТЭЦ запустила котел и к понедельнику пообещали теплую воду в кранах квартиры. 27 июля в Магадане отключили подачу горячей воды. Все это время на городской ТЭЦ проводили профилактические ремонтные работы. Сегодня утром на теплоэлектростанции запустили котлоагрегат среднего давления и начали заполнять горячей водой магистральные трубопроводы. Далее вода поступит в Магадан теплосеть, которая распределит процесс по микрорайонам города, а в дома раздадут управляющей компании. В настоящее время на магаданской ТЭЦ производятся пусковые операции по включению системы горячего водоснабжения. Котлоагрегат, источник тепла уже запущен. Сейчас происходит наполнение трубопроводов. В течение суток горячая вода дойдет до потребителей. Запуск горячей на ТЭЦ проконтролировал глава Магадана Юрий Гришан. Главный инженер теплоэлектроцентрали продемонстрировал мэру работу котлоагрегата и рассказал о проделанных профилактических работах. Горячая вода, по словам специалистов, появится в квартирах города не сразу. Подача будет производиться постепенно на протяжении нескольких дней. В понедельник процесс горячего водоснабжения будет завершен повсеместно. Как всегда, Магаданская ТЭЦ досрочно справилась с работой. Вот уже сейчас идет заполнение систем. Процесс этот непростой, он потребует времени, потому что 4000 кубических метров воды должны и Магадан теплосеть зарить свою систему, и Магаданская ТЭЦ. Но вот сказали, что в понедельник точно у всех будет. Постепенно, верно, по городу будет вода подключаться. Также при встрече обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону. По словам Юрия Гришана, в прошлом году батареи начали греть с 10 сентября. В этом дату запуска изменять не планируют. Сейчас на территории ТЭЦ производится завоз угля. На реализацию отопительного сезона твердого топлива должно быть заготовлено более 200 тысяч тонн. С подготовкой к зиме энергетики справляются. И к началу отопительного сезона запасы будут готовы. А котлоагрегаты налажены к полноценной работе. Продолжение следует...